С праздником, дорогие братья и сестры, с нашим престольным праздником, потому что в нашем храме в Нижнем Пределе один из пределов освящен в честь русских святых в земле нашей просиявших. Этот предел был освящен нашим митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, и Сидором. И вот сегодня мы с вами имеем возможность, собравшись вместе, прославить и особо обратиться к русским святым, которые прославили Христа Жизнодавца своей земной жизнью. Они жили среди нас, они близкие к нам по крови. И вот сегодня, во второе воскресенье после Пятидесятницы, Святая Церковь прославляет память тех, которые прославили Господа, живя в нашей с вами Святой Руси. И как важно нам не забывать об их подвиге. Они были совершенно разными людьми. Это были и князья, и княгини, это были преподобные, праведные и эродивые, это были семейные и люди монашествующие, это люди были простые, и мудрецы, и философы, и ученые люди, это были и врачи, это были и воины. Как сегодня нам не с вами не вспомнить Андрея Христа ради Юродивого, которому сама Царица Небесная открыла покров свой чудный во Влахернском храме, а Андрей ради Христа Юродивого был славянином, нашим с вами по крови человеком, который прославлял Господа и причистую Деву Марии. Как не вспомнить нам с вами святого благоверного князя Александра Невского, который говорил врагам Отечества нашего, кто к нам с мечом придет, мечом погибнет. Как важно нам не забывать эти призывы наших святых, как важно напоминать эти призывы и эти обращения не только к тем, кто сегодня слышит, но тем, кто и не хочет слушать Отечества нашего и имеет к нему враждебное настроение. Пусть и сегодня они услышат враги Отечества нашего. «Взявший меч, мечом погибнет, и все, кто придет к нам с войною, от этого же меча и падет». Нам важно воспитывать наших детей на этих принципах подвижничества, любви к Богу, к людям и к своей Родине. Как же нам не вспомнить сегодня я святых Петре и Февронии, которые показали образ любви в семье, когда, даже изгоняя их, они не расставались, они хотели пронести свою любовь к Богу, друг к другу, своему Отечеству, через всю свою жизнь. Как же не вспомнить нам Дмитрия Донского, который победил Мамая на Куликовом поле, когда молился за него преподобный земли русской Сергий Игумен Радонежский. Как нам не вспомнить батюшку Серафима Саровского сегодня, который, мы знаем с вами, и являлся на этом месте, когда еще не было здесь ничего, был пустырь, была излучина реки, не было ни этого жилого массива. Но здесь, после войны, девочки пасли кос. И явился некий старичок, который позвал одну девочку по имени и сказал, Маруся, Маруся, иди-ка сюда. Она подошла, какой-то странный старичок, он подарил ей колокольчик, а потом сказал, Маруся, а знаешь, люди на этом месте Богу храм построят. Она сначала не обратила внимания, побежала с колокольчиком своей подружки, которая также пасла кос, и говорит, смотри, какой мне дедушка колокольчик подарил. А так говорит, какой дедушка? А вот он, посмотрела, обернулась, а дедушке никакого нет. Потом трудные времена стали потихонечку приходить к храму, ведь тогда дети воспитывались без веры. И уже в наше время эта девочка вместе со своей подругой пришла в Георгиевский храм нашего града и увидела большую икону этого старичка. И внизу прочитала преподобный Серафим Саровский. Вот тот дедушка, который являлся к нам. Помнишь, когда мы пасли кос на излучине реки, который предсказал, что здесь, на этом месте будет построен людьми Богу храм. И мы с вами сегодня молимся с вами в храме. И не надо думать, что мы возле, мы под куполом небес, духом мы своим сегодня в храме Рождества Христова. Здесь, на этом месте являлся батюшка Серафим. Как его не вспомнить сегодня с его словами? Радуйся, радость моя, Христос воскресе! Как нам не вспомнить, дорогие, сегодня и тех подвижников благочестия, которые учили нас любить, терпеть, прощать подвижников нашего Соловецкого, игуменов монастырей, Дивеевского, Новгородского, Псковского, Кивопечерского. Сколько святых в земле русской просияло! И вот сегодня мы вспоминаем их память, тех, которые хранили веру и учили хранить ее нас. И вот сегодня давайте в завершении нашей праздничной службы зададим себе вопрос. А мы кто в этой исторической картине нашего Отечества? Мы лишь осколки, которые забываем о наших традициях, о нашей вере, о чистоте православия. Как только что-то кто-то напишет или передадут, и мы уже сомневаемся. А может быть нам нужно вооружиться той самой верою, которой были вооружены наши святые сродники. Чтобы не сомневаться даже тогда, когда перед лицом смерти предстоит исповедать Господа нашего Иисуса Христа, который сам сказал, «Кто исповедует Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Давайте, дорогие братья и сестры, исповедовать Господа всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим. Мы должны с вами не забывать и о тех страдальцах, которые показали нам пример мученичества, особенно тех, которые пострадали за веру Христову в лютые годины от безбожной власти. Мы вспоминали вчера с вами и государь-императора Николая II, последнего русского царя. Как не вспомнить нам сегодня его удивительные слова пророчества? Он говорил, «Зло, которое сейчас есть в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь». Я хочу вам, дорогие, вспомнить сегодня слова государь-императрицы Александры Федоровны. Хочу буквально вспомнить сегодня буквально прессмертную найденную записку в стихах, изложенную, которую оставила дочь государь-императора Ольга. Я хочу сегодня напомнить о том, что беззащитного цесаревича Алексея, который был ранен, красноармейцы добивали штыками в Ипатьевском доме, расстреляв невинных детей вместе с их родителями. Вот почему образ царской семьи это образ семьи. Государь мог уехать за границу, он мог эмигрировать, забрав свою жену и обеспечив безопасность жизни своих детей, но они не уехали. Они не захотели оставлять своего мужа и отца. И решили до конца пройти этот земной путь вместе. И это тоже пример веры. Я сегодня хочу зачитать вам, дорогие братья и сестры, из записок, из замечательной книги Александры Федоровны, ее дневник записи, который она вела. Эта книга сейчас называется «Дивный свет». Вот что там говорится. Александра Федоровна Романова писала, «Важный труд, который человек может сделать для Христа, это то, что он может и должен делать в своем собственном доме». «У мужчин», писала государь-императрица, «есть своя доля, она важна и серьезна, но истинным творцом дома является мать. То, как она живет, придает дому особую атмосферу, некоторые матери, пишет императрица, очень преданно любят своих детей, но думают главным образом о земных вещах. Они нежно склоняются над своими детьми, когда те болеют, они много работают и во всем отказывают себе, чтобы прилично одеть своих детей. Они очень рано начинают их учить понемногу и постоянно развивают их умственные способности, чтобы они со временем заняли достойное место в обществе. Но духовному развитию обращает внимание царица. Детей они не уделяют такого внимания. Они не учат их познанию Божьей воли. Есть дома, пишет Александра Федоровна, в которых дети вырастают, никогда не услышав молитв от своих отцов и матерей, и не получив никакого обучения духовного. С другой стороны, есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где постоянно говорят слова любви ко Христу, где детей с ранних лет учат тому, что Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав лепетать. И спустя долгие годы память об этих священных мгновениях будет жить, освещая темноту лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая секрет победы в трудной битве. И ангел Божий может преодолеть жестокие искушения и не впасть в грех. Вот какие удивительные записки оставила нам последняя государь-императрица Александра Федоровна Романова. Я хочу вспомнить из ее дневника один замечательный стих, который опубликован в этой книге. Это стих, который был найден после расстрела на одной из страниц, которые записала дочка царской семьи. Ольга. О, дай нам силы, Божий правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с Твоей укротостью встречать, и у преддверия могилы вдохни в уста своих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Сколько в этих словах духа, веры, любви, надежды, упования в собственное бессмертие. О, дай нам силы, Божий правый, не карать, не проклинать, а злодейство ближнего прощать. Вот давайте мы услышим сегодня эти слова наших русских святых, наследниками которых являемся мы с вами. Вот потому, если мы с вами уйдем сегодня с этой праздничной службы, причастившись к святых христовых таинств, и в своем сердце унесем эту благодарную радость нашим подвижникам, которых мы с вами лишь продолжатели, вот тогда мы не напрасно славили сегодня этот удивительный праздник. Вот тогда все небо сегодня, которое наполнено молитвами русских святых, благословит нас. И Господь будет рядом с теми, кто будет продолжать хранить веру православную, к чему и призывает нас сегодня Святая Церковь. Дорогие мои, закончить хочу опять же сегодня словами Государь-Императрицы. В ее дневнике, книге, которую я уже называл выше, есть удивительный стих, который мне очень нравится. Постарайтесь найти его, постарайтесь выучить его, постарайтесь учить этим словам своих детей. Кто не запомнит, вот все, что сегодня происходит, идут трансляции из нашего храма, можно потом пересмотреть в Ютубе, этот стих вспомнить и запомнить, переписать и выучить. Я приглашаю вас выучить этот стих наизусть. Он пригодится вам в жизни, особенно тем, кто имеет детей. Да и каждому из нас он в трудную минуту обязательно поможет. Вот как он звучит. Александра Федоровна написала в своем стихе такой удивительный диалог. «Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, где меткий может промахнуться и самый зоркий обмануться и дрогнет сердце храбреца, там враг ни день, ни ночь не дремлет. Та битва целый мир объемлет, стоять в ней нужно до конца. Вот давайте, братья и сестры, до конца, до самого креста будем стоять за нашу святую православную веру, которую оставили нам с вами наши святые в земле русской просиявшей. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение, аминь. Мир всем вам, Божье благословение всем и храни вас всех Господь, а вы берегите свою семью и любите друг друга. И пусть Бог любви и добра всегда пребывает с вами». Субтитры создавал DimaTorzok